МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! В студии Сергей Беляев в эфире наши новости. Далее в выпуске. Сергей Аксёнов провёл заседание антитеррористической комиссии. В части, касающейся комплекса морской и железнодорожной переправы в порту Крым, государственных монетарных предприятий, Крымская железная дорога и Крымские морские порты, Акционерное общество Международный аэропорт Симферополь. В арсенале у полиции появилась суперсовременная криминалистическая лаборатория. Здесь установлена ещё передвижная лаборатория, в которой можно изымать следы дактилоскопического происхождения и уже работать непосредственно в этой лаборатории. Похороны сына Виктора Януковича, Виктора, состоялись в Севастополе на одном из военных кладбищ после отпевания. Это стало известно не по официальным источникам. Телеканал LifeNews сообщил, тело Януковича-младшего было доставлено в этот город из Симферополя, куда его привезли чартерным рейсом по маршруту Иркутск-Уфа-Симферополь. Накануне украинские СМИ со ссылкой на советника главы МВД Украины Антона Герасченко и пресс-службу народного депутата Украины Нестора Шуфича сообщили, что 20 марта младший сын бывшего президента Украины утонул на озере Байкал, провалившись под лед вместе с автомобилем. Януковичу-младшему не хватило для спасения нескольких секунд. Гибель сына Януковича подтвердили в Украинской партии регионов. Виктору было 33 года, у него остались жена и сын. Повысить безопасность объектов транспортной инфраструктуры, в их числе в портах и на железной дороге, немедленно взять под особый контроль все топливно-энергетические мощности Крыма. Такие поручения антитеррористической комиссии при Совете министров Крыма дал Сергей Аксенов. Уже сегодня специалисты заново рассмотрят соответствующие положения федерального закона от 2007 и 2011 года. А потом совместно с председателем Совета министров Крыма разработают план действий по эффективной защите от террористов, жизненно важных для полуострова объектов. Анализ поступающей в антитеррористическую комиссию информации позволяет сделать вывод, что на объектах Министерства транспорта и Минтопэнерго Республики Крым, особенно в части, касающейся комплекса морской и железнодорожной переправы в порту Крым, государственных унитарных предприятий, Крымская железная дорога и Крымские морские порты, акционерного общества Международный аэропорт Симферополь, ГУП Республики Крым, Черноморнефтегаз. Антитеррористическая защищенность находится на крайне низком уровне. В портените поймали эксгибициониста. Молодой человек оголился перед малолетней девочкой. Все происходило днем возле одного из многоэтажных домов. Возбуждено уголовное дело. За совершение данного преступления предусмотрено наказание от 12 до 20 лет лишения свободы. Всех, кто пострадал от действий данного лица, просьба обращаться по телефону 8-978-814-4266 или 102. Передвижная криминалистическая лаборатория. Такая чудо-машина появилась в экспертной криминалистическом центре МВД по Республике Крым. В ней есть все, чтобы собрать мельчайшие вещественные доказательства с мест происшествий. Доктилоскопические, запаховые или биологические. Для этого в лаборатории оснащена несколькими специальными чемоданами. Здесь присутствует в виде кабинета, в котором установлено два рабочих места. Также по всем направлениям изъятия следовой информации, как доктилоскопия, тросология, биология, биологические следы происхождения. Каждый чемодан предусмотрен для изъятия конкретного вида следовой информации. Также здесь установлена еще передвижная лаборатория, в которой можно изымать следы доктилоскопического происхождения и уже работать непосредственно в этой лаборатории. Машина имеет автономное питание и мощное световое оборудование для работы в ночных условиях. Мобильная лаборатория полностью готова для выезда на места происшествия в разные регионы Крыма. У нас наконец-то появилась достойная техника, которая просто будет приятная работа и эффективная. Главное, что эффективной работой не мучатся будут наши сотрудники, а профессионально выполнять свои обязанности. Смотрите далее в выпуске. Около 4 тысяч депортированных получили справки о реабилитации. Эта информация предоставляется с архивных учреждений с мест ссылки и высадки. Торжество исторической справедливости. Памятник Екатерине вскоре вновь украсит центр Симферополя. Мы сейчас ведутся переговоры со субъектами, смотрим, как это что-то будет делать. Крымчане, которые подверглись выселению с родных земель, активно подают заявление на получение справки о реабилитации. Около 4 тысяч из 20 обратившихся уже ее получили. Задержка происходит из-за того, что факты, указываемые в заявках, тщательно проверяются. Процесс контролирует комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. Вопрос подтверждения самого факта ссылки и высадки, там, где нет архивных подтверждений на уровне республики, естественно, эта информация предоставляется с архивных учреждений с мест ссылки и высадки. Комиссия обсудила вопросы расширения льгот в ранее принятом законе республики о мерах социальной поддержки реабилитированных. К примеру, посчитала нужным предоставить льготникам возможность бесплатного провоза багажа. Все дополнения еще будут рассматриваться в Совете министров Крыма. 90 лет отмечает сегодня ветеран Великой Отечественной войны, участник боевых действий и душа школы номер 12 Уразбахтин Вилгалямович, но отмечает не в тесном кругу за застольем. Любимого учителя и коллегу поздравили ученики и коллектив на торжественном мероприятии. В то время, как Вилгалямович поднимается по лестнице своей родной школы, в актовом зале его уже с нетерпением ждут. Ученики и коллеги, друзья по службе и представители городской власти. Сделать приятно этому человеку в его день рождения для собравшихся делать чести. Для них он был и наставником, и другом, а кому-то даже заменил отца. Таковым он стал для Андрея Жеребцова. Когда мальчику было 12 лет, его родной папа умер. И именно его учитель по военной подготовке заменил родного человека. Именно благодаря Вилгу Галямовичу мужчина выбрал свой жизненный путь. Я должен был сейчас его привезти сюда. Это я, да, опоздал на 7 минут, но через автовокзал, пробки. Я уже получил два наряда, потому что я не выполнил в половину, я тебя уже ждал. Вот это отношение по жизни ко всем, в том числе и к детям, не важно, 15, 20, 30 или, извините, 53. Честность, порядочность, ответственность, добросовестность. У Розбахтин Вилг Галямович с честью прошел через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны. После службы обосновался в Крыму. Пережив тяготы страшной войны, школа для него стала местом, где отдыхал душой. Проведя свой первый урок, покидать ее больше не захотел. Так и получилось. Вилг Галямович проработал учителем начальной военной подготовки 40 лет. Покинул свой родной класс только в прошлом году, когда ему было 89. Но не по своей воле. Так распорядилась жизнь. Умерла его любимая жена. С душевной травмой травмировалось и тело. Руки уже так не работают, а ноги уже так не бегают. Пришлось школу оставить, а я бы не оставил школу никогда. Работал сколько мог. Работаю в школе уже. Работал 40 лет. 32 года армии. Война, армия, школа. Я с ней. Желающей поздравить Вилла Галямовича было много. Как рассказал именинник, сегодня даже не выспался до 12 часов. Телефон не умолкал. Звонили его многочисленные выпускники. Каждого он помнит, за каждого болеет. На торжественном мероприятии в его честь один за другим гости поднимаются на сцену с поздравлениями и подарками. Звонки поступали даже с Москвы. Он настолько был душой для мальчишек. Он научил их всему. Начинаю от того, как разбирать и собирать автомат, как бегать, прыгать. Как вести себя с девушками, с женщинами. Как быть настоящими мужчинами. Несмотря на возраст и пережитое выглядит Вилл Галямович, у разбахтин, как говорится, не по годам. Напоследок поделился секретом. Дисциплина – позитивное и справедливое отношение к людям и жизни. При таком раскладе долгие годы и любовь окружающих причитаются. Юлия Попович, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. В Симферополе вскоре вновь появятся памятники Екатерине Великой. Монумент императрицы воздвигнут на улице Ленина, на территории городского парка культуры и отдыха. Именно там, где до разрушения находился его предшественник. Вот уже несколько лет на месте, где должна появиться новая скульптура, лежал закладной камень. Но в эпоху Украины до строительства так и не дошло. Новую установку в Крыму уже называют народной. В ней участвуют не только правительство, но и простые жители полуострова. Монумент обещают предоставить в ближайший год. А уже сегодня в Симферополе открылась выставка, посвященная появлению памятника императрицы под названием «От Крыма и всей России Екатерине Великой». В центре экспозиции – макет памятника Екатерине II. Именно так и будет выглядеть новый вариант симферопольского монумента императрицы. Этот прототип – практически точная копия памятника образца 1890 года. Над макетом работали двое художников – Александр Чекунов и Дмитрий Старцев. Для воспроизведения, разрушенной в 1921 году скульптуры, они долгое время изучали старые фотографии, а также рисунки и почтовые открытки, сохранившиеся в музеях. Прежде чем памятник появится в крымской столице, активистам необходимо уладить ряд технических и юридических нюансов. Но то, что Екатерина и ее фавориты украсят собой центр Симферополя – теперь лишь вопрос времени. Сложно сказать о сроках, потому что это длительные процессы, чисто технические. Там изготовление формы, бронза. У нас в Крыму вообще негде такие вещи делать. Поэтому сейчас ведутся переговоры со скульпторами, смотрим, как что-то будет. Но самое главное – старт данный. Узнав о грядущей установке памятника императрицы в Симферополе, активизировались и простые крымчане. Многие предлагают свою финансовую помощь, признается министр культуры республики Арина Новосельская. Уже сейчас грядущую установку скульптуры называют «народной». Очень много заявок, что мы хотим принять участие и хотят о себе говорить. И есть люди, которые хотят остаться неизвестными, и банкиры, и большие крупные коммерческие организации, и просто люди. Мы где тут каждая копейка, может быть, гривенник, как помните в истории, он самый дорогой окажется. Наряду с макетом памятника в Симферопольском центральном музее Тавриды представлена широкая экспозиция, посвященная как истории предыдущего монумента Екатерины Великой, так и жизни самой императрицы. Здесь и раритетные снимки 1917 года, и копии документов, содержащихся в Крымском госархиве. В этих бумагах подробности сбора средств на уборку городского сада более чем вековой давности, перед торжественным открытием монумента в 1890-м. Дословно записаны тосты в честь события, и интересный факт, выпито было 100 бутылок шампанского. Однако особенной популярностью пользуется этот экспонат. По словам организаторов, платье, которому сейчас больше 200 лет, императрица неоднократно надевала. Наряд в послевоенное время привезли в Крым и Санкт-Петербург. С тех пор, под трепетным наблюдением сотрудников, вещь из гардероба Екатерины Великой находится в Бахчисарайском музее. Специально для Екатерины было пошито платье, такого немножко темно-зеленого оттенка, но за временем оно, естественно, потеряло свой естественный вид, потому что цвета мундира и Преображенского полка были зеленый кафтан с красным приборным сукном. Ну и, соответственно, было оформление пуговицы, специальный галун, вот это, соответственно, ее воинскому чину, она была полковником. Несмотря на все сложности, памятник Екатерине II появится в столице Крыма в течение ближайшего года. Уже завтра в Москве пройдет благотворительный ужин с представителями фонда Василия Великого и Российского дворянства, на котором и начнется официальный сбор средств на установку монументов в Симферополе. Тарас Брезицкий, Евгений Луговской, Служба новостей и ТВ. 21 марта митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь отметил День памяти своего небесного покровителя, преподобного Лазаря Муромского чудотворца. В этот день Владыка совершил божественную литургию в соборе святого благоверного князя Александра Невского. В разделе святой праздничный день пришли горожане. Присутствовать на таком мероприятии для всех большая честь. Митрополит Лазарь уже давно получил всеобщую любовь и признание. Епархию Владыка возглавляет более 20 лет. За это время православие получило большую поддержку на полуострое. Количество храмов возросло в 10 раз. Были возрождены средневековые и пещерные монастыри. А в крымских школах начали преподавать основы православной культуры. Та забота, те учения на наших детях, они дорогого стоят. И сегодня практически каждый ребенок имеет возможность изучать православие. Благодаря вам, благодаря вашим коллегам. Сегодня у нас есть уже и первые достижения. Наши дети показали эти знания и показали веру в Москве для всех детей и других субъектов Российской Федерации. Здоровья вам! Благодаря вам! И побольше будьте сына! В такой знаменательный день на Крымскую землю прибыл ковчег с частицей мощей святого Лазаря Четверодневного. Святой Лазарь был преданным учеником и другом Спасителя. Однажды скоропостижно скончался из-за болезни, но по прошествии четырех дней был воскрешен Иисусом Христом. После этого Лазарь прожил долгую жизнь и непрестанно свидетельствовал об истинности учения Христова. Поклониться святыне можно в храме Александра Невского. Мощи пробудут там до 29 марта. Спасибо, милуй Господи, Владыку всеми любимого, И ради Его святых молит и нас благослови. Не зная, не зная ни отдыха, без храма, как без воздуха, Он молится о всех по нас молитвою любви. Федеральная противопожарная служба Крыма помогает проводить в школах занятия по гражданской обороне. Такие тренировочные учения организовали в Симферопольской общеобразовательной школе номер 12. Никто из учащихся об инсценировке с настоящими спасателями даже не подозревал. Это случилось, когда занятия в Симферопольской школе номер 12 были в самом разгаре. Дети, внимание, тревога. Взяли повязки. Сограняем спокойствие. Берем верхнюю одежду. Строимся у двери. Прямо во дворе школы разгорелся неизвестно кем сделанный костер. Учащимся и преподавателям дали задачу срочно эвакуироваться. Пока классы выходили к школе, сюда уже добралась бригада второй Симферопольской пожарной части. Для детей все это стало полной неожиданностью. Однако руководство школы заблаговременно пригласило крымских спасателей для совместной тренировки по действию в чрезвычайных ситуациях. Здесь убеждены, чем реалистичнее экстренная ситуация, тем лучше ученики запомнят, как себя вести. Боевой состав, как трудятся, они этого не видят. И очень им интересно все это. Они частенько задают вопросы, много вопросов. Как бы посмотреть, как бы прокатиться, как машина с мигалками, как вы вытаскиваете рукава, как вы льете. Все это им очень интересно. Сегодня мы это наглядно показали. Как отметили сотрудники отдела надзорной деятельности по Симферополю, Крымского МЧС, преподаватели и ученики эвакуировались из школы вовремя. В качестве поощрения ребятам разрешили посмотреть салон спецмашины и даже сесть за руль. Ученики младших классов тут же делились самыми яркими впечатлениями. Что вам очень всего понравилось сегодня? Как я в машине селить в машине и тушить костер. Ликбез по пожарной безопасности продолжился уже в актовом зале школы. О том, как вести себя, чтобы не погибнуть в дыму и огне, учащиеся подробно узнали из фильма. А потом было занятие викторина от спасателей. Вы идете по улице и увидели, что что-то где-то горит. Ваши действия, что вы должны делать? Мне запомнилось, что если будет в квартире пожар, например, на 15 этаже, и я в своей комнате нахожусь, то надо взять какую-то тряпочку, намочить ее, прислонить к носу и дышать. А потом выйти просто из дома и попросить соседей, чтобы позвонили куда-то. Чтобы закрепить полученные знания, спасатели подарили ребятам памятки. О пожарной безопасности с дополнением о действиях при пожаре в школе. А еще учащихся пригласили в пожарную часть на экскурсию. Светлана Квитко, Служба новостей и ТВ. Я с вами прощаюсь. Далее с новостями спорта. Выпуск продолжит Тарас Брезицкий. В Крыму завершился чемпионат федерального округа по плаванию среди юниоров до 14 лет. Около 200 спортсменов этой возрастной категории соревновались в Симферополе. Борьба проходила на 16 дистанциях, которые участники соревнования преодолели разным стилем. Также 6 команд претенденток разыграли призы в эстафете 4 по 50 метров. Чемпионат стал этапом подготовки к всероссийскому турниру «Веселый дельфин» – соревнованиях аналог футбольного кожаного мяча. Еще в украинские времена крымчане были активными участниками стартов. Это традиционный всероссийский турнир, который дал старт в большое плавание практически всем великим нашим пловцам в России. Бороться за призовые места крымчанам будет сложно из-за отсутствия подготовительной базы. Тренироваться качественно спортсменам негде. Поэтому тренерский штаб ставит перед подопечными реальные задачи. Главное – набраться опыта, плавая рядом с квалифицированными пловцами. Хотя юниорский состав в Крыму довольно перспективен. В республике есть призеры чемпионатов Украины на различных дистанциях. Сейчас для них важно заявить о себе наставником российской сборной. Играет отсутствие баз, большую роль. То есть нам тренироваться в принципе негде. Но мы планируем где-нибудь в серединочке хотя бы затесаться. Для нас это уже будет результатом. То есть, понимаете, без воды, без подготовки, без финансирования – это все достаточно сложно. Наверное, в Крыму не такая уж и большая. В России конкуренция получше. Но мы стремимся, мы стараемся, тренируемся. И я думаю, все еще впереди. Чемпионат «Веселый дельфин» стартует в Санкт-Петербурге в середине апреля. Покорять плавательные дорожки отправится крымская команда в составе восьмерых спортсменов. Четырех юношей и четырех девушек. Крымский спортсмен Ибрагим Ильхасан – обладатель Кубка России по жиму штанги. В Москве 27-летний симферополец выступил на турнире АСМ «Витязь» на призы Сергея Бадюка. Конкуренцию штангистам из других регионов страны Ильхасан составил в экипировочном жиме весовой категории до 110 кило. Несмотря на двухлетний перерыв в выступлениях, экс-чемпион Украины показал лучший результат в карьере. Он пожал штангу весом 282,5 килограмма. Снаряд Ибрагим зафиксировал во втором подходе. Замахнулся силач и на три сотни кило, которые поднимал на тренировке. Однако со сверхзадачей не справился. Благодаря тренировкам тяжелым и упорным, только ради этого. Максимально 300 килограмм поднимал. Вот хотелось бы это все повторить на соревнованиях. Это достойный результат. Я считаю, что он справился на все 100%. Тем более, мы когда уезжали, у нас была задача не то, чтобы показать хороший результат, там большой, а обязательно занять первое место, золотое. И нам это удалось. Мы очень рады. Я думаю, будет еще лучше результат, потому что он прогрессирует. Следующим соревнованием, в котором примет участие Ибрагим Ильхасан, станет международный турнир по жиму штанги, который вскоре пройдет в Майами. Субтитры создавал DimaTorzok